Хочется вместе с вами сказать славу Иисусу Христу. Группа пропела хороший псалом. На скрижалях сердце напиши алой кровью для моей души. Знаете, мы недавно тоже пели с группой эту песню, и она как-то особо коснулась моего сердца. Я благодарил Бога за раны, благодарил Бога Иисуса Христа за страдания. Мы сегодня стоим перед таким важным служением, где нам особо надо не просто, знаете, находиться как бы плотью, а уже духом где-то в другом месте, но написано «вспоминая». Вы знаете, вот воспоминание. Вот у нас сегодня есть тот процесс, когда мы будем вспоминать. Мы видим эти образы, мы видим то, что перед нами стоит. И мы можем только вспоминать, читая сегодня историю, читая слово. Но вместе с воспоминанием хочется, чтобы каждый из нас сегодня пережил. Пережил то, что сегодня это любовь Божья по отношению ко мне. Знаете, это любовь Божья, это Он меня полюбил. Это Он проявил эту любовь и Сына Своего отдал. Это я сегодня должен там на кресте висеть вместо Него, а Он меня полюбил. Драгоценное хочется вместе с вами за это сказать слава Иисусу Христу. Я особо благодарен Богу, что могу находиться сегодня среди вас. И также благодарю Господа, что мог увидеть Николая Михайловича. Я уже думал, как там Николай Михайлович, все ли с ним хорошо. А он еще и на вечернем служении. Слава Богу! Я не хотел бы задерживать время, но вместе с вами хотел бы читать Слово Божье. Евангелие от Матфея. Давайте мы откроем 9 глава. С 9 стиха. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Слава Богу! Я читаю эту историю неоднократно, и как-то обратил мой взор на эту историю, то, что здесь мы читаем про человека Матфея. Это был человек, сидящий у сбора пошлин. Но почему-то в этой истории сразу у меня все не сошлось. Иисус говорит о больном человеке, что он пришел к больным. Здесь не написано про Матфея, что он был больным. Ни одного слова не сказано, какая у него была болезнь, не сказана диагноза, ничего не сказано. И как бы, слушая это, мытари и фарисеи могли бы подумать, о чем он говорит. Где болезнь этого человека? Где болезнь этих грешников? Грешников? Где болезнь этих мыт? Где болезнь она? Знаете, сегодня нам свойственно людям смотреть вообще как бы человеческими глазами, и мы порой наблюдаем за человеком по-человечески, и даже делаем какую-то оценку по-человечески. Нам не свойственно как бы смотреть глазами Иисуса Христа. Но Христос знал, где проблема, и Христос знал, где болезнь. Знаете, мы когда видим человека очевидно больного, мы даже можем, в принципе, сказать плюс-минус его диагноз. У нас в церкви есть некоторые братья и сестры, они на инвалидных креслах, и когда ты видишь их, ты точно знаешь, что это больной человек. Однажды я ехал в автобусе, и стоял молодой человек, он был достаточно плечистый, и ехала, зашла в автобус пожилая женщина, вот, она, болели ноги у нее, и, а он сидел у окна. И знаете, этот молодой человек, он, она попросила его, чтобы, может, уступите мне место. И он, знаете, таким голосом на нее серьезным, слушайте, я инвалид, говорит, вы кому говорите, вы мне должны еще место уступать. И достает удостоверение инвалида и показывает ей. И знаете, и как бы, вроде бы, и его можно понять, то, что он больной, ну, не понять, с чем больной, ну, ладно, и ее можно понять, у нее ноги больные. Она страдает ногами, и это очевидно, знаете, она дрожащими руками держится за это перило и пытается как-то удержаться, чтобы не упасть. Ну, я думаю, вот, очевидно, как бы, по мне, я бы ей место уступил бы. То есть есть вещи, которые нам, как бы, перед нашими глазами явные, но есть то, что для нас закрыто, есть то, что мы не видим. Знаете, есть такие болезни, которые, внутренние болезни, и ты их можешь даже не видеть. Помните эту женщину, которая страдала 12 лет кровотечением? Вы помните, как она прикасалась к Иисусу? Этого никто не знал. Даже ученики сказали, послушай, тебя окружают сегодня столько людей, а ты говоришь, кто коснулся меня? Почем Иисус определил? Сила отошла. И мы понимаем, сегодня есть что-то невидимое, а есть видимая сторона. Когда нам что-то болит с видимой стороны, мы идем ко врачу, показываем, делаем снимки, чтобы нам поставили верный, точный диагноз. Но когда внутренне что-то непонятное болит, кто поставит диагноз, дорогие братья и сестры? Сегодня много людей, приходящих в Дом Божий, имеют внутреннее поражение. И диагноз, к сожалению, никто не может поставить. Сегодня множество людей, приходящие сюда, хотят получить исцеление. И в принципе Иисус сказал, что я пришел не для здоровых, я пришел для больных. Я пришел призвать неправедников, но пришел призвать грешников. Знаете, ну, как минимум, назвать себя грешником, ну, я же нормальный человек, где я грешник? Церковь посещаю, десятину даю, все у меня нормально, костюм не грязный. Пришел, вроде в обуви тоже не, ну, где же я грешник? Видимая часть. Но есть что-то внутреннее, то, что видит Дух Святой, то, что видит Господь. То, что мы не знаем и не видим. На этой неделе закончился у нас подростковый лагерь. И в этом лагере были у нас дети, ну, подростки. Тема лагеря была «Побеждающий наследует все». И знаете, как бы говорилось о разных победах, говорилось о том, что мы должны побеждать свою жизнь, о том, что нам надо преодолевать, кому-то страх, кому-то гордость, кому-то лень, кому-то, может быть, непослушание, кому-то еще что-то. И знаете, уже в последний день у нас было закрытие, и как бы надо было уже, чтобы лидеры выходили, и каждый сказал напутственное слово, и аминь. Но тут почему-то так, ну, так Бог повел, и открылось одно место. Я хотел бы тоже с вами его зачитать. Это Второе Царство, 19 глава, 1-й, 2-й стих. «И сказали Иаву, вот царь плачет и рыдает об Авесоломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Знаете, видимое, все нормально. Видимо, случилась победа. Победа над тем врагом, который гнал, который хотел что-то сделать, причинить вред, видимое. Но было что-то внешнее. Знаете, для Давида это не была победа. Для Давида это был большой плач. Для Давида это было поражение. Погиб его сын. Знаете, есть те болезни, которые мы хотим, чтобы от которых нас Господь исцелил. Есть та боль, с которой мы приходим на собрание. И мы приходим, братья, помолитесь. Но есть та невидимая боль, которую часто носим годами. И с которой никто не может нам помочь. Знаете, я говоря о этой теме, я говорил о том, что сегодня многие родители, к сожалению, теряют своих детей. И дети не могут открыться перед своими родителями. Сегодня многие дети, они находятся в рабстве греха. Родители этого не видят. И часто они терпят поражение. Часто они духовно умирают, уходят от нас. И мы этого не видим. Это есть большая боль. Мы одерживаем разные победы. Мы визуально делаем все красивым. У нас картинка служения – класс. Картинка жизни – ничего лучшего не пожелаешь. По закону все выполнено идеально. Но есть что-то невидимое. То, где мы теряем. Это наши взаимоотношения с нашими детьми. Есть та боль, которая несется годами у многих родителей. Я знаю, что здесь на этом месте многие родители. Я, как сегодня родитель, я знаю, о чем веду речь. Нет ничего хуже, чем терять взаимоотношения со своими детьми. Это самая большая боль. Когда тебе что-то болит, ты терпишь. Тебе можно стерпеть. Ты пошел в аптеку, что-то купил, принял, стало легче. Но когда ты видишь разрыв внутри твоего сердца во взаимоотношениях с твоим ребенком, и ты с этим ничего не можешь поделать. У нас было два мальчика. И я позвонил. Они очень плохо себя вели. И я позвонил к отцу одного из них. И говорю, так и так, ну, как бы плохо себя ведет. Вот что делать? И мне отец ответил такими словами, говорит, ну, я ничего тоже не могу сделать с ним. К сожалению, в своей жизни он очень много чего увидел. Того, чего ему не надо было видеть. Знаете, и мне стало больно. Мне стало печально. Родители тоже ничего не могут поделать. И это и их боль. И дети идут просто своей дорогой пропадая. Их нет сегодня среди нас. Дорогие мои, Христос пришел не для здоровых. Он хочет, чтобы мы сегодня признали, что здесь есть боль. Здесь потеря. Здесь разрыв есть. Знаете, когда рвут рану на живую, нет ничего больнее. Есть те раны, с которыми можно свыкнуться, можно потерпеть немножко. Я знаю, о чем веду речь. Мне четыре раза нос ровняли. Без навокаина, всего остального. Без ничего. Ровняли нос без всякого обезболивающего. Просто как бы отвертку засовывали и ровняли. Потерпел, ничего страшного. Но есть боль, которую терпеть нельзя. Приходишь домой, а видишь, ничего не меняется. Приходишь домой, а еще хуже становится. Что делать? Дорогие мои, идти к Иисусу. Сегодня Он на этом месте. Я хотел бы, чтобы мы сегодня шли к Иисусу. Есть то, что нам нужно сегодня открывать перед Ним. Есть те раны, которые знает только Иисус. Я знаю, что нам порой неудобно кому-то рассказать об этом, особенно в церкви, служителям, потому что твоя картинка, она красивая, слишком красивая. Тебя знают как хорошего брата. Тебя знают как хорошую сестру. Но приходя домой, случается все совершенно по-другому. Картина жизни меняется. И ты совершенно другой человек. И твои дети с тобой не имеют нормальных взаимоотношений. Я хотел бы сегодня вместе с вами молиться вот об этих ранах. Я хотел бы, чтобы сегодня Дух Святой особо постучался в наше сердце и дал сегодня нам правильную молитву, правильное движение, правильное сегодня дан взаимоотношение. Я хотел бы, чтобы нам сегодня нуждаться в нем. Знаете, я знаю, о чем я веду речь. Когда мы молились с этими мальчиками, они рыдали, они плакали. Они просили, пожалуйста, только не говорите вот то, что мы сейчас вам расскажем, только не говорите папе, я вас просто прошу. И он мне рассказывал о некоторых моментах жизни. Потом склонялись к коленям и мы просто вместе с ними плакали. Дорогие мои, я не говорю вам сегодня теории. Я говорю то, что сегодня есть. У кого-то детки маленькие, у кого-то уже подросли, у кого-то уже все упущено. Но есть те люди, которые на пути находятся, на этапе какого-то становления. Я вместе с вами сегодня хочу нуждаться в Господе. Я не хочу, чтобы враг сегодня торжествовал. Я не хочу, чтобы сегодня шел этот разрыв, знаете, на живую. И мне не хочется этого, дорогие мои братья и сестры. Я сегодня говорю, даже это не проповедь, это больно, наверное, моей души. Я сегодня переживаю. Я знаю, что здесь есть родители, которые вместе со мной переживают и хотят идти в молитву. Мы можем делать, еще раз повторюсь, все красиво, по стандарту. Споем три песни, помолимся. Но, знаете, есть что-то нестандартное в нашем Господе. Это нестандартное говорит о внутренности нашей. Служителя, может быть, не знают, с чем ты сюда пришел, дорогая душа. Может быть, просто у тебя какая-то другая боль. То знай, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Может быть, ты со своей болью пришел. Не бойся. Часто страх есть у людей. Ну, как я подойду до служителей? Что они обо мне скажут? Что Иисус скажет о тебе и обо мне? Что Иисус скажет? Принеси к Нему сегодня свою боль. Принеси. Принеси сегодня ту болезнь, которая есть на сердце у тебя. Да, я знаю, что есть больные люди, которые имеют очевидные болезни. Дорогие, я говорю сегодня о внутренних болезнях. Я говорю о том, что нам сегодня нужен Иисус. У кого болит именно в сфере детей, в отношениях. Почему-то Бог побудил сегодня сказать именно эту тему у меня. Я думаю, не просто так. Не знаю, может быть, у многих все хорошо с этой темой. Но я знаю, что у некоторых есть особая боль и переживание. И это уже тянется какое-то время. Я хотел бы сегодня вместе с вами молиться. Знаете, не эмоционально вызывать вас. На эмоциях как-то, знаете, в молитве. Но я хотел бы, чтобы Дух Святой, Он проговорил ваше сердце. И чтобы с этого дня дьявол перестал поражать наши семьи и наши дома. Чтобы лукавый перестал надмиваться и глумиться над христианами. У него есть план. Украсть, убить и погубить. У него есть план разрушить взаимоотношения между мужем и женой. У него есть план, чтобы были разрушены взаимоотношения между детьми и родителями. Это его план. И мы приходим, мы понимаем, этих взаимоотношений нет. А мы приходим, все по традиции, по обряду совершаем, их левопреломление принимаем. И все нормально как бы, братья и сестры, ненормально. Эту боль никто не залечит. Сегодня есть Иисус. И Он хочет залечить твои раны. Он хочет прийти, чтобы положить этот целительный бальзам. Драгоценные братья и сестры. Если сегодня мы верим в то, что здесь есть Иисус. Мы будем выполнять эти видимые знаки. Мы будем принимать их. Мы будем нуждаться в Боге, будем принимать чашу, будем принимать хлеб. Но перед этим я хотел бы вместе с вами нуждаться еще и молиться. Мне хочется позвать на молитву тех, у кого есть эта боль. У кого есть раны вашей души, вашего сердца. Я хотел бы нуждаться в Боге, понимая, что у Него есть бальзам. У меня нет. Я человек, я такой же самый, как и вы. Я тоже воспитываю детей, я с ними беседую. Молюсь, но они находятся в том обществе, где царствует и властвует другой Господин. И они очень много времени там проводят. Они оттуда питаются, оттуда берут. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы они в наших домах видели молитву. Мне хочется, чтобы они в наших домах видели хороший, правильный пример. Если в наших домах будет жертвенник молитвенный сооружен правильно, я верю, Бог будет благословлять. Но если этот жертвенник разрушен, что они будут видеть? Куда им идти? Они будут, знаете, под таким как бы гнетом идти в собрание. Им не будет хотеться сюда идти. Я знаю по своим детям иногда, но не хотят порой идти. Ты по закону их говоришь, надо идти. А потом я раз сказал, слушайте, ну если не хотите идти, если вы для меня ходите, будьте дома. Смотрю, не, пап, ты что, не пойдем, мы же не ради тебя ходим. Меня уже это радует. Драгоценные мои, я хочу нуждаться вместе с вами. Хочу молиться. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Давайте мы встанем. Продолжение следует...